Коллеги, продолжаем и завершаем рассмотрение сонаты, ну, в нашем цикле большой, все сонаты Моцарта. Мы в процессе рассматривания 16-й, сонат, который я поправлю себя правильно произносить, если по-итальянски, соната Фачели. Интересно, что простая соната, иногда говорят соната Сэмплича, но вот здесь соната Фачели, и это связано с первым изданием 1805 года, венским изданием, на котором издано во французском издании, где эта соната по-французски обозначена как сонат Фасиль по-французски, по-итальянски соната Фачели. Но я не знаю, откуда взялось именно это итальянское название, потому что первое издание 1805 года, хоть и было венским, но было обозначено по-французски. Сонат Фасиль по-французски. Вот, Кехель 545. Мы сейчас сегодня смотрим финал Алли Гретто, и это очень интересная пьеса. Ну, напомню. Такая тема. Она имеет еще... Поиграем еще. Да. Ну, напомню. Да, и так далее. Это я только для напоминания, это, конечно, черновая игра совершенно, да. Что здесь важно? Что мы имеем два варианта у Моцарта. Для разработки вот этой темы, а именно, вот здесь в финале 16-й сонаты и, удивительным образом, в финале 17-й сонаты, фа-мажорной, Техель 547, А1, который есть, насколько я понимаю, вариант скрипичной сонаты, Кехель 547 фа-мажора. И здесь вариант вот этого финала до мажорной сонаты простой является заключением серии вариаций в финале вариационной или финалом, да. Да, ну, если считать, смотрите, если считать фа-мажорной сонаты Кехель 547, 17-й, что у нас первая часть сонатная форма, вторая часть алигретто, вариационный цикл, тема, вот эта тема тоже используется в скрипичной сонате, фа-мажорной 47, первая вариация, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, да, причем с минорной вариацией шестая, и вроде бы цикл вариации завершается. И потом вот это алигретто тоже. Вот это алигретто вызывает вопрос, что это, финал или это завершение цикла, цикла вариаций. Здесь стоит, правда, вот такая вот жирная черта, без повтора, но вопрос остается. То есть, этот финал тоже может рассматриваться, как некоторая вариация, вот на эту тему, в некотором смысле. В любом случае, 17-я соната тоже заканчивается, только фа-мажори. Причем, Моцарт буквально не повторяет. Тут очень интересные варианты. Другая музыка, да. Да. Здесь вроде бы все то же самое. А вот здесь... Мы слышим тонкие вариации, да. Версии того, что было в домо-жирной сонате. Мало того, что это фа-мажори, но кроме всего прочего, он не буквально повторяет. Следим за артикуляционными и фразировочными лигами. Здесь тоже интересно. Что он варьирует? Да. Это все Е. Вот я отсюда взял вот эту фирматочку, вот эту диминуэндо и эту фирмату. Но она не зря появляется здесь у Моцарта, она не выписана в финале. Она не выписана в финале до мажорной сонаты 16-й, однако она абсолютно логична здесь, да. И это не то, что она не выписана здесь, ни фирмата не выписана, ни лёгкое замедление, ни диминуэндо, не значит, что этого не нужно делать. Да. Не только потому, что сам Моцарт, сам Моцарт нам рекомендует это в другом варианте, но и по логике. Здесь вот эти фирматочки эти есть, да, перед репризой. Но мы подробнее будем это смотреть. Дело в том, что это надо будет сравнивать, финал фа-мажорные сонаты 17-й, нам надо будет ещё сравнивать и с скрипичной сонатой. Тут связь скрипичной сонатой Кёхель 547 мы будем рассматривать тогда, когда будем смотреть 17-ю сонату. Но мы сейчас в рамках 16-й. Напоминаю, что у нас есть уртекст, что нам, к сожалению, утерян автограф, и я не видел никогда, и, судя по всему, по источникам, утерян или первое издание, или оно недоступно, пока не выложено в сеть. Мы имеем только уртексты, которые, вероятно, всё-таки опираются на первое издание 1805-го года, и мы уже немножко об этом говорили, что у нас есть, напоминаю, что у нас есть издание Беренрайтера уртекстное, и у нас есть уртекст Петерсовского издания, мы постоянно с этим имеем дело, да, Карлов Адольф Мартинсона, которого представлять не нужно, и Вильгельма Вайсмана уртекст, видим, да. Вот у нас два уртекста, их интересно сравнивать, но одновременно у нас есть и с чем сравнить это. два издания, которые мы уже сравнивали в других частях. Это американское издание с Майер, редактор, и вот здесь мы видим интересные вещи. Майер неплохой редактор, но он жертвует, вот если мы сравним лиги мотортовские, вот они, вот мы видим, что мы видим, что Майер жертвует вот этой артикуляционной лигой, вот этой, вот этой. Да, дальше, вот у Моцарта раз, два, три, три артикуляционных лиги Майер, все это под одну лигу, да еще с перехлестом, да, вот здесь победила, и в левой руке, видим, в левой руке стоит у Моцарта артикуляционная лига, Майер пишет с перехлестом фразеровочную, да, дальше, вроде он сохраняет мотортовскую артикуляцию, вот мы видим, сохраняет, здесь, здесь, а потом опять, потом опять объединяет все это под одну фразеровочную, да, и так вот он работает, то, то мотортовские артикуляционные лиги, то опять большие фразеровочные, и в левой, и в правой, да, как работает издательство Брайткопф, мы видим. Аналогичным еще более активным образом, почти мы не видим вообще в этом издании артикуляционных лиг, ну вот здесь может быть только и то, непонятно, вот с перехлестом, и все, почти все, везде преобладание, ну вот здесь немножко есть артикуляционные лиги, да, но почти везде преобладание фразеровочных. Мы знаем, что это связано с потерей искусства микроартикуляции, для нас эти лиги не противоречат друг другу, для этих издателей они противоречили друг другу, да. Вот, кстати, вариант, известный вариант Григовского приложения для двух инструментов, для двух роялей, и он для первого рояля, он пользуется, судя по всему, первым изданием, здесь он сохраняет, как мы видим, Григ сохраняет Моцартовские, Моцартовскую артикуляцию, артикуляционные лиги, и влево, и вправо, и здесь ничего дополнения, вот, 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 это все, все корректно. Интересно, что он у второго рояля, который здесь выполняет, она выполняет здесь функцию такого оркестра, вроде бы, да, оркестровая, вот это явно оркестровая фактура, он, интересно, что он в этой теме, и это важно, дает дополнительную игру на слабых долях, обратите внимание. И так далее, да, это важный момент, потому что это показывает, что Григ понимает, как мотивно устроено, сейчас мы об этом поговорим, как мотивно устроены вот эти парочки, да, они устроены тоньше, чем мы обычно, чем нас этому учат, и чем обычно мы учим детей, то есть, обычное представление здесь, это, то есть, вторая доля дробится на две восьмушки, вторая легкая, то есть, у нас есть основное, как бы, движение, вторая доля идет в первую, вторая идет в первую, да, а это слабая восьмушка, да. На самом деле здесь все тоньше устроено, и это понял Григ, то есть, у нас, кроме затакта первой четвертика второй, есть еще затакт восьмушки, то есть, вот этот, да, да, можно сыграть, так, да, ну, как всегда нам помогает умная фирмата, чтобы понять вообще, как устроена мотивная конструкция здесь, отменяем пока умную фирмату, мы всегда отменяем такую общую артикуляцию и общую динамику, а просто смотрим, как устроено, можем поиграть так, вот такая конструкция, это очень полезно так поиграть, и так далее. И тогда понятно, что это поймал Григ, то есть, он поймал этот затакт, сюда, да, отсюда сюда, то есть, затакт восьмушки, вот этот, для этого нужна особая работа пальцев, да, то есть, я с одной стороны играю близкое очень стаккату на клавиатуре, и вторая восьмушка у меня активная, понятно, да. Дальше, что с артикуляцией, что с артикуляцией. Вот у нас много здесь, смотрите, вот нам подсказывает Моцарт, вот такой пассаж, который структурно абсолютно совпадает с этим, вот это обычная ситуация, когда Моцарт, когда композитор расшифровывает нам артикуляцию, вот он здесь ставит как бы фразировочную лигу, на самом деле она не совсем фразировочная, вот этот перехлёст через тактовую черту фразировочная, а вот то, что заканчивается перед этой сильной долей, делает её частично артикуляционной, и вот здесь он нам расшифровывает, то есть, это как бы большая артикуляционная с элемент фразировочной, что нам не мешает брать вот эту идею и дополнить это более тонкой работой пальцев, да, что, собственно говоря, я и делаю, просто это незаметно, смотрите, вот я на самом деле выполняю вот эти лиги, только здесь. Вот здесь вот очевидно она нужна, вот это, и она же здесь. Да, микроцезуры, связующие микроцезуры при полном выполнении, и вот мы, нам, что тут ещё, конечно, вот у нас, например, вот эта вот аппликатура, которую Мартинца предлагает, вторая, первая, вторая, первая, говорит о том, что Мартинца не очень понял, или Вайсман, его коллега не очень поняли структуру. Здесь не репетиция в обычном смысле этого слова, а вот такой мотив, вот такой, да, то есть, мы уже поняли. Это можно вообще одним пальцем сыграть, на самом деле, не обязательно. Но играть это так можно, но немножко механично. Вот, тем более, что я предлагаю вообще эти стаккату играть, мягкие, флитовые стаккату, да, шестнадцатыми. Вот такое, не острее, чтобы не было вот этого. Получается, что у нас вот эта вот затактовая восьмушечка, да. Пришли сюда. Вот это важно. Я играю это вообще одним пальцем. И очень важно, что когда мы используем умную формату, то мы тренируем вот этот, так называемый, скачок, да. Вот у меня здесь принцип длинного пальца, да. То есть ни в коем случае не вот так, не вот так. Да. Все лиги выполняю. Несмотря на подробность того, что я делаю, я из-за того, что у меня связующие цезуры, все из-за тактов сохраняются. То есть из-за того, что я представляю себе так, да, и учу так. И здесь так же. Здесь хорошая аппликатура. Первый, второй. Вот здесь первый, по-моему, лишний. Второй-то хороший, но дальше вполне можно сыграть третий. И я, конечно, добавляю артикуляцию вот эту еще здесь. Вот эту. То есть, опять же, это, так называемая, дифференцированная лега. Это у нас Беринрайтер. Улетел. Смотрим здесь. Здесь пока все совпадает. Я размечаю в Мартинсена. У нас по-разному бывает и так, и то сяк. Вот здесь я пока не вижу разночтений. Так что пока смотрим то, что есть. Так. И здесь еще важно вот этот средний голос. С этой революционной лигой. Вот так же, как здесь важно вот это. Вот это лига по нижней дуге. Смотрим на. Это явно волторновая игра. А здесь фаготы. С карандашом играю, да. Очень важна полифония. Очень важна полифония. Нельзя ее... Не просто отыгрываем аккомпанемент левой руки, а левая рука самостоятельная, и здесь многоголосие. И здесь вот эта лига, это фразировочная лига Моцарта. Я ее дополняю вот этими. У нас уже было. Я дополняю. Поэтому я играю так. Вот так. Вот так. То есть... Вот этот момент. Окончание архивляционной лиги и связующей цезуры. В отличие от школьного. В отличие от этого, да. Так играется, да. С активным выходом из лиги. Соответственно, там внутри сидит мотив. И объединяем. И в чем? Я иду... Как бы... Очень важно, что здесь не акцентируется. Не нужно акцентировать сильную долю. Она и так есть. В отличие от школьного... Да, нет. Мы этого избегаем. Открытый способ. Да. И здесь мы берем эту идею из 17-й сонаты. Да. Берем вот эту идею. Вот эту идею берем. И эту идею берем. Да. И здесь ставим деминуэндо. И такую коланду. Вот это свободное время. И ферматочку условную здесь. Вполне. Да. Перед повторами рефрена. Ронда у нас здесь. Ронда. Да. И ферматочка. Не забываем, что за такт последняя восьмушечка. И в левой руке тоже. Это сюда. Это сюда. Это сюда. То есть нельзя играть пассивно. И учить нельзя пассивно. Нельзя играть так. Как бы само собой. Нет. Сюда. Сюда. То есть сюда. То есть у меня пальчики работают. На затактах. Восьмушечными тоже. Сюда. Сюда. Напоминаем. Так. Так. Вот она. Это лига. Что в левой руке. Ставим смело вот это. Кстати, здесь тоже. Что мы делаем. Вот, кстати. Вот я ставлю вот такую лигу. Что это за лига? Это лига вот эта. Вот эта. И вот эта. Да. Смело ставим ее здесь. Моцарт не везде вот такие вещи выписывал. Надеюсь. Это часто бывает. Что Моцарт. Что композиторы не только Моцарт. Потом. Объясняют. Как что делать. Да. Вот эта лига. Здесь. Здесь. Я вписал ее сейчас здесь. Вспомнил. И вот мы ее вписали здесь. Вот она здесь повторяется. Эта лига. Она такая же. Такая же у Берринрайтера. Вот. Вот эта лига. Вот. Интересно. Что здесь Берринрайтер не пишет эту лигу. Это значит. Я согласен совершенно. Что вот эту лигу здесь. Вот эту. Добавил Мартинсон. По аналогии вот с этой лигой. Я с ним абсолютно согласен. Поэтому. Я бы тоже посоветовал Берринрайтеру. Здесь смело воспользоваться вот этим. И вот этим. И вот этим. Да. Потому что эта лига нам показывает как это устроено. Вот. Дальше. Ля-минорный. Эпизодик. То, чем. Да. Вот. Плохо я сыграл. Значит. Как я играю? Я играю вот с такими парами. Вот такими парами. Но и вот это ощущение у меня тоже есть в пальцах. Вот это. То есть у меня есть ощущение. И по парам есть. И есть, конечно, здесь. Ля-ра-ри-ран. Ля-ра-ри-ран. Оперный. Такой момент. Мы знаем, что ключ к сонатам Моцарта. Это его оперы. И оперные арии моцартовские. Гениальные. Здесь есть, конечно, вот такая лига. Ой, не лига, а вилочка скрытая. Поэтому. Все-таки я, все-таки я парочками играю. Вот сейчас я подумал, как это лучше звучит. Все-таки я играю парочками. Парочками. Да, редкий случай, когда я прям откровенно играю хорей. То есть это все-таки окончание. Это штрих. Это лига вздоха. Страдание даже. Кстати, вот здесь этот ля-минорный эпизод, чтобы понять. Опять же, нам в помощь умная фирмата. Чтобы понять грусть, которая скрыта в этом ля-миноре. Очень полезно поиграть с умной фирматой. Сейчас. И дальше. И здесь тоже. Да. Да. И здесь. И здесь. И здесь. Вот такой ля-минор. Вот такая мотивная структура. Потом мы убираем эту умную фирмату. И у нас иму. Потом расскажу, что здесь я не так сыграть. А можем... Не забываем про заатакты. Да. И рефрен. Да. И рефрен. Немножко напоминает. Немножко напоминает, да? Такой ля-минор. Да. И вот это... Что здесь важно, конечно, инструментовка. Мало того, что здесь важны вся эта артикуляция, да? Да. Не забываем, что здесь тоже заатактики. Заатактики. Кстати, мы их записали, но их не записали. Давайте запишем. То, что я говорил, это пишется. Вот такая... Черчук ставим, что... Вот. Конечно. Вот что я имел в виду, да? А то говорил, говорил, но не записал. А это всё время нужно иметь в виду. Вот эта скобочка показывает, как отслаивается заатакт. Да? Кстати, как ни странно, вот эта так тоже смотрит вперёд. Вот сюда. То есть отсюда-сюда, отсюда-сюда. Они вот не просто там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Классический такой школьный вариант. А вот эти восьмурчики в басу, они смотрят дальше заатактовые. отсюда сюда может сыграть мотивчик отсюда ну что что нам и показывает умная формата да да или как мы брали да во время соединения сюда сюда даже можно стрелочку написать вот так вот да то есть не пассивная слабая доля за тактовая который идет дальше вот здесь тоже мы пишем здесь все то же самое также не забываем не забываем трига очень важно не забываем это тоже за так соответственно здесь уже вот это тоже за такт не все я обозначил то есть направленность и или впал или сюда или это сюда или сюда сюда да а здесь не обязательно акцентировать кстати да давайте вспомним я прошел мимо альберти басов напоминаю что мы альберти басы всегда мыслим себе бас чуть-чуть протянутый а это другой инструмент и хлеба и хлеба и хлеба и хлеба и хлеба и поэтому учим сначала двумя руками прям так обращаю внимание что и начало вот эта мотива у меня активная не так и играя пара а играю то есть атака на 2 16 отработали двумя руками теперь одно и и так все и так все альбертовы басы они все альбертовы без исключения делятся как минимум на два голоса на самом деле там внутри сидит еще один голос на самом деле это голос восьмых так 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 ти можно ведь сыграть и так тогда у нас получается трехголосие это один это то есть можно играть два инструмента а другой голос играть синкопы и получать то есть альбертовы басы это богатая фактура богатая фактура ну уж по крайней мере на два голоса точно не забываем про это да поэтому можем так смело написать вот здесь вот такую ливочку вот такую вот такую мелочи нет все важно так и вот здесь тонкая работа с инструментовкой тут левая рука не подыгрывает левая рука здесь играет вот это ля доминирует настолько что мы даже нижний голос убираем под него и делаем легкая стакада и слушаем это ля а так вот получил синкопа парочка артикуляционная артикуляционная синкопа которую нужно услышать вот здесь вот здесь освободите руку соответственно левая рука не должна на третьей дуле не должна перекрыть это дуо вот так услышали вторую волну и разрешили поэтому короче и тише ну опять альбертовы басы которые мы получим тогда да или так да да здесь он кстати удобно да еще один вариант альбертов басов где вот это движение и синкопирование это вот здесь тот вариант который я уже показывал предыдущем здесь превалирует да ну и это тоже есть ай лав ю 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 а активность первого пальца для начала мотива, соответственно, очень важная отпуск на лиге. Я тоже беру вот эту идею, вот эту идею я беру, и здесь тоже ее использую. Но если я не скажу, это практически никто не заметит. Вот я говорю, как работают пальцы внутри этого. То есть я вот этот вариант использую здесь, это практически незаметно, зато получается тонко и дифференцированно. Да, и предлагаю вот это ми взять в левую руку. И без акцента. Не забываем здесь за такт, здесь вот эти парочки за такт, фаготики за такт. Здесь тоже пары, особенно вторая пара важна, вторая пара важна за такт. И потом, используя тот же самый принцип, вот такие вот. Да, здесь подробная артикуляция. И здесь тоже подробная инструментовка. Тоже вакторные начинают не пропускать. И вот эта замечательная кварта. Потрясающая кварта. Вот это. Ми-ля. И длинная ля. Ми-ля-фа-до-си-ля. Очень красивый голос. Да. То есть я с лейтой тоже правой рукой как бы убираюсь под д. Это длинная ля. И слушаю вот это. Кажется, что у нас главный голос наверху. Ничего подобного. В таких случаях средний голосок, касается доминирующим по смыслу. И пение в них. Вот она, вот эта ля. Все артикуляционные лики вот эти выполнены. Да. Не загоняя сюда. Не так, как мы учим. Сюда. Вот так мы и нас учили, и мы так учим. Нет. Выполняем точно всю артикуляционную лиги. Микро-артикуляция. Вот это. И здесь. Опять. Туариду. Туариду. I love you. I love you. Опять варианты. I love you. I love you. Да. Богатые альбертиевые басы. Ну, и здесь, конечно, замечательно. Вот это прощание. Артикуляционные лиги какие? Не фразировочные. Не вот сюда. Не сюда. А так. А вот так. И здесь тоже. Три артикуляционные лиги, да? Здесь. Самое здесь можно еще тише сыграть. Почти три пьяно можно сыграть. Эхо такое, да? Пианиссимо. Три пьяно. Да? Сейчас еще раз. Три пьяно. Три пьяно. И, наконец. Это правильное предложение. Мартин Цинк, Поко Крещендо. В скобочках он пишет. Да? Даже если бы он не написал, было бы ясно, что вот к этой паузе, кстати, это все идет затактово к этой паузе, да? То есть, в данном случае, пауза ударная. То есть, у нас как что есть? Раз длинный, да? То есть, если с умной форматой, то так. Сюда. Сюда. То есть, у нас опорная пауза с короной, да? Как говорят итальянцы. Punto cronato с короной, то есть, с ферматой. Они не говорят фермата, да? Итальянцы. Вот. Это неважно, знавший итальянский язык немцы предлагают это называть. И в традицию ввели фермата, да? А итальянцы это называют punto cronato или просто корона. Помним об этом. Потому что очень хорошо это использовать в названии умной форматы. То есть, smart corona. Умная корона. И дальше рефрен. Уже помним, как вы. Ну, всё-таки всё выписываем, да? Всё. Полезно всё. Хотя мы знаем уже всё. Знаем. Это неважно. Не уступаем. Пытаемся ответить Моцарту. Он всё это писал. И с той стороны нотного листа мы чувствуем. И вот этим карандашиком ему отвечаем. Вот эту лигу пишем, да? Это умная разметка, которая позволяет нам дифференцировать. Потому что вот здесь не стоит эта лига. Но дважды она уже стояла у нас. Дважды. Да? Здесь. И здесь. Поэтому смело ставим сюда же. Да? За тактик здесь. И кода. Да? У нас. Сюда. Это за такт. Не вот так, а потом заново. А до. Идёт фа. А фа уже. То есть активное до. Фа уже может без акцента играть. Опять. Сначала учим. Богатая. Двуголосная. Двуголосная. Альберти в бас. А, ла, блю. Начало двумя ручками. Посмотрим. Это кода-коды. Да? И он здесь выписан в сервере акцентной легии. Вот это. Очень важно. Вот это. Да? 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 Вот эти стаккаты я не демонстрирую. То есть я не играю так. Это пионерский вариант. Да? Примитивный. Нежные стаккаты. Да? Моцартовские. Или вокальные. Да? Стаккаты. Если сыграть с умной фирматой, сразу становится понятно. Да? Да? Вот такая красота здесь есть. Вот это. Вполне можно себе представить себе такой ритм. И наверное. И здесь тоже. Да? 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 Вот умная фирмата нам в помощь, да? Или умная корона. Смарт-корона. Вот. И когда мы соединим, уберём эту умную фирмату, мы сохраняем ту же конструкцию, да? Вот сыграем отсюда. Качественнее. Отсюда. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Это, кстати, непростое окончание в смысле точности. Поэтому сейчас расскажу отсюда. С одной стороны, у нас вот это есть. Вот этот затапт у нас есть. Вот этот затапт. И вот этот. И этот, несмотря на эту лигу. То есть, активная лига. Вот я и сыграл. С активным выходом. Да? Поэтому слышим дважды затаптовые мотивы. И здесь тоже. И здесь тоже. Вот. Здесь. Но с другой стороны, здесь ещё вот есть это. Явно духовым можно было отдать вот эту линию. Военные. Военные такой призыв. Поэтому здесь есть и эти затапты, и внутри, конечно, можно написать вот эти восьмушки. И это может сказаться на том, как мы играем. Это, например, можно сыграть так. Прямо можно так сыграть. То есть, я играю. Причём первый раз я могу просолировать правой рукой. Второй раз. Сначала труба солирует. Парабаторно. Но. То есть, я сразу много артилекционных вариантов одновременно исполняю. С одной стороны, я играю как бы с учётом восьмушек вот этих. Ай-ляй-ли-ру-да-ли-ра-ли-ра-ли-ра. Да? Вот таких. То есть, есть и пары. У меня и пары есть. Артилекционные. Но за счёт активного выхода из пары у меня сохраняется... А здесь прилипание, да? Мы уже поняли, что прилипание. Вот. Но, благодаря активному выходу из пары, сохраняется из-за такта. То есть, сразу несколько вариантов. Вот простой, якобы, просто такой арпеджированный момент. На самом деле, не арпеджио, а у нас есть это. Очень важно. И хли-дэ, и хли-дэ. Такой. И очень важно, что вот это. Что вот этот. Вот этот поворот очень важен. И есть это. И это есть. Да. И если вместе, то получается с активностью слабых 16-х. И то и другое. И мы можем варьировать. Обратите внимание, что затакт такой. И последнюю. То есть у меня самый активный затакт этот, затакт этот, а последняя сильная доля не нуждается в дополнительном акценте. Ни в коем случае. Это активно. Вот затакт активно. И это активно. Сейчас я специально преувеличил. На самом деле сняли. Вот я сейчас сыграл корректно. То есть с активными затактами и без специального дополнительного акцента на сильной доле. И выдержал точно. И послушал еще эту паузу. Эта пауза еще внутри. Поэтому держим и потом ее снимаем здесь. Вот такая работа с финалом 16-й. Так называемый сонат Фасили или соната Фачили. Ну вот. Довольно изощренная. Учитывая. Учитывая. Кстати, я вот это написал. Вот это ля все-таки напишу. Это ля. Да. И вот это тоже напишу. Этот голос. И вот это ля идет в это фа. И дальше. То есть это красивое. Вот такая вот интереснейшая реплика. Кваторны здесь. Да. Ну вот она здесь впервые появляется. Посмотрим, что в финале. Здесь тоже он играет с этим. Тут очень интересно. Смотрите. Мы уже знаем какие. Смотрите. Как он варьирует. Вот это. Вот здесь тоже есть этот пук на кварту выше. Да. Ля ре. Си бемоль. Фа ми ре. Это мы видим. Да. Здесь тоже он по-разному пишет. Артикуляция. Вот. Вот здесь очень видно эти средние голоса. Фа мажоре. Вот эти лиги. Он даже, смотрите. Вот он пишет замечательные две лиги. О. Вот, кстати, эта лига. Вот она. Вот она. Вот смотрите. Я же написал. Вот смотрите. Как бывает. Вот я написал. А я забыл посмотреть. А вот Мотартовская. Да. А здесь дало целых две лиги. Он здесь показывает, что это два инструмента играют. Да. Давайте посмотрим, что у Беренрайтера. Если это даже добавка Мартинсена, то умная добавка. Давайте посмотрим. А, у Беренрайтера у нас нет возможности посмотреть. У нас сейчас не распечатана 17-я соната. Но посмотрим. Когда будем смотреть 17-ю сонату, еще раз обратим на это внимание. Да. Вот здесь Альбертовы басы то по четверочкам записаны. Да. По четверочкам. А то по такту. Одно другому не противоречит. Ну и так далее. Вот она эта лига. Вот эта лига. Вот здесь такая лига. Вот такая. А тут подробно. То есть, у нас... А окончание вообще другое. Да. Хотя тоже с этим моментом. Но только здесь. Только здесь. Да. Вот это, конечно, здорово пиано. Он варьирует. Я предвозвещаю работу 17-й сонатой. Здесь просто сопоставляю. Финал по-другому устроен. Интересно, что до-мажорный более такой воинственный финал. Очень фа-мажорный в этом варианте. Интересно. Вот такая пианистическая кухня у нас. Игорь. Это не water. А это не, как? иться на пианистику. И. Игорь.